Мы, друзья, сегодня с вами в Новый год откроем дверь, и собака непременно прибежит сюда, поверь. Подручные материалы, кухонное полотенце, кусочки ткани, немного фантазии, ловкость рук и символ наступающего года готов. Ольга Ольшанская, старший воспитатель Одинцовского детского сада номер 71, часто мастерит со своими воспитанниками разные поделки. Мы делаем из природного материала различные игрушки, из ниток делаем, из полотенец, из вяжем тоже, родители нам очень помогают в этом, практически из всего сбросового материала. Игрушки, сделанные своими руками, выросшие мальчики и девочки нередко хранят долгие годы и передают по наследству уже своим детям. Кроме того, их можно оживить, устроить кукольный театр, и разумеется, каждая самоделка получается со своим характером. Плюсы этой педагогической находки можно перечислять долго. Развивает фантазию, творчество, воображение, мелкую моторику развивает также. Эмоции очень развивает, когда они увидят уже готовый продукт, сами понимаете, да, эмоций, прям просто нет предела. А когда еще проведешь игру с этим героем, то тут вообще просто... До второго этапа конкурса «Воспитатель года», который называется «Мастер-класс», дошли 9 конкурсантов из 16. На этот раз им предстояло раскрыть свои профессиональные секреты. Педагоги должны представить свою педагогическую копилку, поиграть со зрителями, поиграть с членами жюри и рассказать то и показать то, чьи участие в детском саду. Кто-то любит рисовать карандашами, кто-то красками, а воспитанники лесногородского детского сада номер 6 – зубной пастой. Рисунки получаются необычные, объемные и душистые. Зубная паста, по сравнению с другими красками, она достаточно маслянистая и фактурная. То есть при рисовании акварелью гуашью не создается такой эффект. Потом зубная паста очень легко стирается. То есть ребенок может, если что-то не понравилось, салфеткой удалить рисунок. Путевку в третий финальный этап конкурса получили пять педагогов из девяти. Теперь у них начинается подготовка к круглому столу, по результатам которого и будет названо имя воспитателя года. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.